Доброго времени суток, дорогие друзья. Несколько дней не выходил на связь. Войну не опубликовал. Запись есть. Опубликовать что-то, если честно, не очень хочется. Не в лучшем сейчас настроении для воин и всего остального. Но сейчас у нас появился заветный призыв. Появилось три новых героя. И я хотел вам немножечко сказать свое мнение. Если честно, я особо на них не всматривался. Так, прочитал ульту по-быстрому и забыл. Но давайте теперь немножечко вместе посмотрим и порассуждаем, насколько хороши или нехороши применяемы и неприменяемы эти герои. Ну, статы как минимум здесь очень хорошие. Плюс семьи. Тут, как и обычно, по 50 добавляет травление. А здесь охочничье чутье. Когда этот герой использует свой особый навык, он переносит последнее снимаемое ослабление статуса себя на цель. Ну, прикольно. Если особым навыком нельзя зацепить врага, выбирается случайный враг. Так, если у героя нет снимаемых ослаблений статуса, он устанавливает 8% здоровья. Это прикольно. Вот мне нравится, в принципе, пассивка. Это монах, то есть он еще будет сопротивляться этим ядам всяким, всему остальному. И не будет получать вот этих как раз-таки плохих статусов. И будет себя исцелять на 8%. 8% это будет где-то около 100 с чем-то. Хотя, может быть, больше. Больше, наверное, 150 плюс отряды еще. Где-то в этом диапазоне. А, ульту даже не прочитал. Читаем ульту. Каждый павший союзник получает 40% шанс возродиться с 20% здоровья. Ну, как бы уже вызывает кое-какие сомнения. Все союзники восстанавливают 749 инии здоровья в течение 4 ходов. Тикающий ядхилл. Начиная с небольшого количества и увеличивается с каждым ходом. Ну, вот эта хрень. Если бы еще сразу хилила, то как бы поярче. Воскрешатели вообще как бы не особо играют. А в таком еще раскладе с тикающим отхиллом. А если она зарядится до, например, того, как кто-то умер. Может быть, в этом есть смысл, например, в обороне. Потому что средний герой уже немедленный, где-то в угол. Хотя сейчас такая мета, что хиллов стараются вообще не ставить или только в центр. Дальше читаем. Все союзники получают плюс 2-4 обороны на 4 хода. Оборона увеличивается на 10% в каждый ход до плюс 54%. Я этого героя не хотел бы поймать. Поймаю хорошо. Не поймаю вообще никак на меня не повлияет. Это воскрешатель. У меня воскрешателей. Две матери. Зандрия. Потом Харон. Ну и кто еще? Еще Стеру, по-моему, да, воскрешает. То есть и Грэмс. Вот это все мои воскрешатели. Так, чтобы они играли в атаке, играет только Харон. Но он играет там по большей степени из-за того, что он в оверхп выводит на Х1. Ему нельзя срезать броню. И его очень сложно убить. И таким образом он доживает. Например, если ситуация очень критичная, он доживает до момента, когда, например, есть минус 2, минус 3 или минус 4. И он может вытащить бой. Вот. И если даже никто не умер, он может хорошенечко подхилить. На Х1 и на Х3 у него полезная ульта в плане подхила. На Х2 чуть похуже, ну, похуже, очень похуже, потому что там тикающий отхил. А так как много пантер стоит, то без чистки на Х2 его практически нельзя использовать. Смотрим дальше. Стейнтон. Джейсон, да? Тут пассивочки вроде такие же. Так, тут... Нет, тут чуть другая. Тут 5% здоровья. А это не ошибка. А здесь 8. А ну, охотничье чутье. И здесь охотничье чутье. Когда этот герой использует свой особый навык, он переносит последнее снимаемое ослабление статуса с себя на цель. Если особым навыком нельзя зацепить врага, выбирается случайный враг. Если у героя нет снимаемых ослаблений статуса, он восстанавливает 5%. А, ну это странно, если честно. Пассивка такая же полностью. Почему здесь 5, а там 8? Непонятно. Ну и давайте посмотрим. Мощная атака. 1003. 1000 брони. Очень ровненько. И 1600 обороны. Здоровье. Наносит 330 цели. Для быстрого трипл шотера это много. Цели враги поблизости получают минус 30 меткости на 3 хода. Меткость снижается на минус 10 каждый ход до минус 50. Цели ближайшие враги получают 450 урона от яда в течение трех ходов. Этот хороший трипл очень достойный и в атаку, и в оборону. Если у вас, например, нету изобилия пантер. Хотя пантеры уже чуть-чуть, наверное, послабее будут, потому что им порезали срез брони. Вот. Но еще, наверное, могут постоять. Ну, если нет, и Овов, Анн, вот этого всего. То это отличный герой. Это что-то уровня Тинсел из новогоднего призыва. Новой синей пятерки. Вот, мне кажется, это на одном уровне. Тоже здесь меткость минус. И здесь травление. Там я не помню, какой еще пункт. Там она точно минюнчиков ставит. Но это, как обычно, все новогодние герои. А вот что там? Ослепление там точно есть? Ну, еще что-то. Вот не помню. Может быть, какое-то травление морозом или что-то в этом плане. В общем, герой хороший. Класс нормальный. Особенно в оборону. Мог быть, в принципе, и другой. Но для трипл-шотера этот класс вообще необычный. Но почему бы и нет? Зато эмблем этих есть побольше, чем, например, того же Рейнджера. Ну и давайте третья у нас карта. Новая троечка. Тут у нас... А, здесь у нас 12% здоровья. Ну, значит, так задумано. Перечитывать не буду. Наверное, там все тоже. Тут у нас грил. Берр грил. Или просто грил на мясе. Какой-то гном непонятный. Ну, прикольно. Новая тройка. Думаю, если поймаем, будем качать. Наносит 210%. Очень медленный. Это первое. Наносит 210 урона всем врагам. Наносит 315 урона врагам, у которых осталось меньше 50% здоровья. Использовавший навык получает плюс 20% маны за каждого врага, победившего атакой. Использующий навык получает плюс 20% маны за каждого врага, побежденного атакой. Вот здесь, если честно, непонятно, это он ставит баф какой-то на всех, и кто дальше ультует и убивает кого-то, получает 20% маны. Или только на себя он, то есть во время своей ульты только, если он кого-то убивает, то у него добавляется плюс 20% шкалы маны. Вот этот момент не знаю, но интересный. Ну и здесь моя мадама, за которой я гоняюсь столько времени. Если кто смотрел, то я не помню уже сколько у меня призывов было, но было достаточно. Я сильно расстроился, что не поймал. И вот она у нас здесь в рекомендациях. Хатторн у меня есть. Квинели у меня три прокаченных. Малин или Малин. Да, честно, вот совсем не нужен. Хотя они стоят в оборонах иногда. Вот, но очень редко. Он медленный. Был бы он средним, да, без вопросов. А так тяжело. Ну и тут дальше пошел хлам. Еще давайте посмотрим. У нас несколько дней назад вышли стиксы. Тут появился новый герой. Танатос или Танатос стикс. С зарядом своим X3. Так, у меня что-то начало в квартире шуметь. Я не понимаю, что это. Какая-то электроника будто бы. Я не знаю, слышно вам или нет. Если слышно, то извините. Давайте дочитаем еще этого героя. Я пойду посмотрю, может быть, что-то с этим сделаю. Это у нас стикс со своей обычной пассивкой. С двумя пассивками. Защиту связать нельзя. Ну и он может поставить блок регеноманы. Не блок регеноманы, а минус к регену маны. На первом заряде восстанавливает 20% здоровья всех героев. Плюс 24 к регенуации маны. На втором заряде 30% здоровья. И увеличивает ману всех союзников на 10%. А вот здесь, вот это интересная штука. Я не знаю точно, я не смотрел, не считал, не читал, что писали другие ребята. А вот на X2, если его играть с медленными, он будет дозаряжать медленных или нет за 9 камней? Мне кажется, что должен. Может быть, или может быть, просто не всех, а, например, или в костюме, или с перком 4%. Это интересно. Потом X3 заряд восстанавливает 50% здоровья всех героев. Увеличивает ману всех союзников на 20%. Здесь уже, конечно, побольше. Но на X3 рассчитывать не стоит в войне. И все союзники получают плюс 40 к регенерации манной штрихой. Ну, если он на X3 ультанет, то это будет ощутимо. Ну, вот такая, в принципе, у него ульта. Я не знаю. Вот первый заряд. Ну, совсем, совсем слабенько. Это он будет хилить по 400, я думаю, где-то в этом районе. Это не много и не мало вроде бы. И плюс 24 к регену маны. Ну, не знаю. Не знаю. Честно, вот спорный какой-то у меня вызывает. Спорные ощущения этот герой. О, перестало. Так, ну ладно. Спорный, не знаю. Нужно посмотреть на него уже где-то в работе. Или когда кто-то найдет что-то интересное. И какие-то связки посмотреть. Ну, или, может быть, я сам поймаю и попробую его прокачать. Но пока не знаю. Вот, нужно этот момент с добросом маны просмотреть у кого-то. Если работает, то да. То это интересно. Можно, например, попробовать с каким-то, скажем, не знаю. Бобо, Микки. Вот, кстати, с Микки можно. Да. Нормально. Девять камней. Зарядили, отхилились. И заблокировали троих. Почему бы и нет? Если будет заряжать. Не знаю. Вот, честно. Не знаю пока. Но он интересный, как минимум. Ну, и дальше у нас в рекомендации пошли. Это Немезида старая. Шотер, по-моему, она, да, на Х1, минус 1 делает. Никс. Вот, Никс как раз-таки, не знаю. Мне бы не пригодилось. Эрэп. Тоже спорники немного. Потому что Х2 и Х3 ульта, не знаю, слабоват мне выглядит какой-то он. Если их может играть в команде всех вместе, то может быть и нормально. Ну, и, кстати, вчера я тянул. И за Х20 мне попался гипноз. В принципе, я его когда-то хотел. Сейчас тоже он все еще довольно хороший. 220 он наносит на Х1, 320 на Х2. Это сильно. Это сильно. И плюс снимает усиление сначала. Потом бьет. И плюс еще блокировка. Я его 100% буду прокачивать. Он уже тем более на 3,70. Но я еще не дособирал двух колец. Поэтому такая у меня история. Давайте начнем призывать отсюда. И постараемся что-то поймать. Давайте посмотрим, есть ли у нас здесь наш любимый Баучан. Кстати, есть Баучан. Потрем ему пузо. Когда-то это у меня после этой процедуры сработал призыв. Надеюсь, может быть и в этот раз сработает. Лесная медведица посетила наш фестиваль. Но, к сожалению, больше одной штуки нам в составе команды не нужно. Махиган. Ну, пошло на увеличение. Это радует. Сабина. Я вот очень сильно не хочу, чтобы мне начали выпадать эти хороны. Хаторны, точнее, которые у меня уже есть. Он хороший герой, но вот два мне вот точно не нужно. У меня один и то не всегда играет. А двоих я прям не уверен, что нужно. Думаю, скорее всего, что вообще не нужно. Так, синенький. Нет, водник. Так, четыре осталось. Ну, я особо, в принципе, не надеялся. Нордри. Так, есть у меня еще сундучок уже. Не помню уже, что здесь в сундуках попадается. Скорее всего, мясо и инструктора, но вот не уверен. Так, в общем, троек насыпало. Синих, но троек. И кревел. Давайте посмотрим. Судук. А, да, инструктора. Ну, нормально. Будет для прокачки кого-нибудь. Хотя, качать, кроме гипноза, у меня пока некого. Три девятьсот у меня есть кристаллов. Не знаю, куда идти, если честно. Здесь меня манит Ариэль. Больше особо из этих героев никто не нужен. А здесь... Ну, этот интересный. Это бы, в принципе, пускай бы была. Немезида пускай бы была. Гипноз второй. Ну, жирно, наверное, было бы. Не знаю, вообще здесь герои нормальные. Замануха. Замануха, конечно, с этой Ариэлькой. Я знаю, что она мне не упадет. А остальные все герои... Не особо-то и нужные. Вот этот Стэнтон. Он, конечно, нормальный, но... У меня трипл-шотеров просто тьма. Так, ну, ладно. Там мне уже выпала пятерка. Давайте попробуем попытать удачу еще здесь. Эделаида. Баучанчик. Фиана. Соня. Гунар. Грил. О, ну, хорошо. Уже не впустую. Уже будет кто-то на прокачке. Мышка и гревол. Ну, я думаю, это все. Бонусный раунд. Бонусного раунда у меня еще не было в этом месяце. Ну, кто он вообще? Давайте посмотрим. Еще сундук сначала. Я смотрел, вот когда он появился, но не особо всматривался в него. Убирает всех прислужников цели и врагов поблизости. Нормально против Мириам. Наносит 260 урона цели и ближайшим врагам. Неплохо. Цели ближайшие враги получают 556 единиц урона от яда в течение четырех ходов. Ну, скажем так, против Мириам, да, нормально. Но Мириам, как я знаю, должны порезать. Поэтому, не знаю. Не уверен, что стоит его качать. Он, кстати, прикольно мог бы заиграть с Гуан Юи. Сначала пробиваем Гуан Юи. Потом пробиваем этим. Он съедает миньонов, бьет по срезанной броне. И еще ставит травление ядом. Это интересная была бы связка. Я думаю, хорошо бы играла. В общем, давайте еще здесь один Хокмун. Такие у меня получились призывы. Делитесь своими удачами и неудачами. Можете тоже поделиться. Не забывайте ставить лайк. И у меня на этом все. Всем спасибо. Всем пока.